Если партнер стоит, то задача в этом доме – коснуться ключа. То есть выкинуть эти руки, но противник может применять избивы. Тут здесь надо очень внимательно раз и коснулись. Если он пошел рукой, раз, коснулись. У детей приучайте их правильно держать лапу. Это для всех. То есть держим четко. Прямой, прямой и лапа. Однову правую, боковой. Вот сейчас вы работаете шагом вперед. Левый, правый, боковой. Понятно. Прямой, боковой, боковой. И вот здесь, здесь, небольшой подшаг, ну, важен подшаг, и вы обрабатываете дальнюю ногу противника. Успеешь, закроешь или успеешь, и сильно пить не надо. Но бывает момент, когда противник эту ногу как бы убирает, тогда можно обработать ближнюю ногу, но изнутри. Это как бы два варианта, ну, по ходу, по факту, можно строить. Или вы дальнюю ногу, если он хорошо вас подставил. И вы немножко, когда вы сделали прямой, боковой, можно смещение, ну, в дальнюю. Или он стоял, ну, и отсюда. Внутреннюю поверхность. Сделали внутрь. То есть вы пришли, за спину, и вот его перевернули. У вас есть разливание? А? Можно переднюю делать. Можно переднюю делать, не вопрос. Все зависит от того, как вы войдете в него, ну, и какая там у вас сложится ситуация. Отрабатывать можно как и отсюда. То есть здесь важен ход, положение тела. Нюансы, вы можете его взять из от кимонова, вот так. Но вы его бросить сложно, вы здесь тогда примените бедро, подобьете, будете подбир делать бедро. Тогда вы его бросите. А так они у вас попрыгают на одной ноге, ну, и не более того. То есть, ну, да, еще можно. Потропоковать, что-нибудь сделать. То есть, когда вы сделали тройку, пам-пам-пам, вы сюда, то есть, вы сюда. Сразу, пам-пам-пам. Здесь ноги работают, как домкрат, спина прямая.